Тема нынешней встречи вдвойне актуальна для нынешнего сезона. Как вы знаете, засуха в сочетании с возвратными заморозками привела в нынешнем году к значительной просадке урожайности азимой пшеницы на юге России, чего прежде не случалось. В основном страдали, как мы помним, яровые культуры и пропашные культуры, а азимая пшеница выдерживала эти испытания. А в нынешнем году, прежде всего, пострадали главные житницы России, это Краснодарский край и, больше всего, наверное, Ставропольский край, юг Ростовской области. И сейчас аграрии юга очень встревожены, да и в других территориях, поскольку засуха сеять или не сеять, ждать дождей, и сколько их ждать. Вот мы сегодня как раз поговорим об одном из вариантов решения проблемы в засуху. Для начала позвольте предоставить слово про ректору Дорского аграрного университета Авдеенко Алексею Петровичу, он обратится с приветственным словом. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники совещания. Это очень хорошо, знаменательно, что сегодняшнее мероприятие обусловлено именно площадкой Донского государственного аграрного университета, единственного сельскохозяйственного вуза по направлениям агрономическим в Ростовской области. Что касается сегодняшнего мероприятия, вы все прекрасно знаете, что если мы возьмем территорию Ростовской области, рекомендованные сроки для проведения посевных мероприятий озимых зерновых культур от 25 августа по 25 ноября, то есть два месяца, выбор очень огромный. В север области на состояние 6 октября посевные работы проведены в северо-западной зоне на 91%, в хриозовской зоне, в южной зоне на 44%. Какие-то селяне провели посев озимых культур, кто-то еще ждет. Может быть, если и нашего мероприятия, чтобы узнать конкретный вопрос, ответный вопрос, высевать или не высевать. Но в целом по Ростовской области из 2 млн 714 тысяч гектар озимых зерновых культур на сегодня сев проведен на 60%, то есть 1 млн 650 тысяч гектар посеяно. 40% посевных площадей на данный момент не засеяно. Обусловлено всевозможными причинами, которые вы будете касаться на нашем сегодняшнем мероприятии. Поэтому разрешите мне, так сказать, открыть данное мероприятие, настроить вас на рабочий лад. Пожалуйста, задавайте вопросы. Сомневаетесь? Задайте вопросы. Николай Андреевич на все ответит. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Петрович. Мы переходим к расспросам и к выступлению Николая Андреевича Зеленского. Вот главный вопрос – сеять пыль или ждать? А если ждать, то сколько? Пожалуйста, Николай Андреевич. Добрый день, дорогие друзья. Ну, прежде чем начать освещать основной вопрос, который мы собрались, я бы хотел сказать два слова о той ситуации, которая, в общем-то, характерна для отечественного земледелия. Вот те события, которые происходят у нас летом, то есть засуха и пыльные бури, которые наблюдались на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что природа посылает нам СОС. И наша задача прислушаться вот к этому сигналу, потому что, как показывает практика, оридность нашего климата, особенно на юге, усиливается практически интенсивными темпами. С каждым годом засушливость проявляется. Я не хочу сказать, что меньше выпадает осадка, осадки выпадают примерно такое же количество, но распределение этих осадков идет крайне неравномерно по сезонам года. И то, что вот сейчас произошло, нам необходимо детально проанализировать и подсказать селянам, как выходить из создавшегося положения. Я ни в коем мере не призываю вас не соблюдать те рекомендованные наукой сроки сева, которые при благоприятных условиях, которые наступают, необходимо проводить. Но в этом году, да и в прошлом году, ситуация с посевом озимой пшеницы или озимых культур складывается крайне неблагоприятно. Длительное отсутствие осадков, сильные восточные ветры, усиливающиеся процессы деградации, в общем-то, вынуждают селян к другим неординарным действиям. Ну, если обратиться к тем причинам, которые, в общем-то, привели на сегодняшний момент, необходимо остановиться об изменении климата. Довольно часто в средствах массовой информации говорится о том, что повсеместно наблюдается изменение климата, в первую очередь потепление. Это касается и юга России, да и в целом всей нашей страны. Наблюдается потепление. Потепление связано со многими причинами, я не буду их касаться, но в настоящее время мы ощущаем, что засушливость или потепление надвигается или сдвигается зимний период ближе или на весну, как было в этом году. Зимы у нас на юге практически не было, но затем в марте-апреле месяце был возврат холодов до минус 13 градусов, что, в общем-то, привело к большой гибели или повреждению растений озимой пшеницы. Да и яровым досталось и гороху, ячменю, рапсу, яровому льну. Вот все это связано с тем, что мы не учитываем ту ситуацию, в которой, в общем-то, находимся. На кафедре растеневодства нашего университета защищено несколько кандидатских диссертаций по этой тематике, связанной с изменением или с изучением сроков сева в связи с потеплением климата. Ну, я обращаюсь в первую очередь к слушателям более старшего поколения. Вспомните, кто родился здесь на юге и продолжает здесь трудиться. Вспомните зимы, которые были в ваше детство. Я сам родился в Краснодарском крае, в Кущевском районе и хорошо помню зимы, которые были в то время. В декабре месяце выпадал снег, который практически ежегодно лежал до конца февраля месяца. Сейчас, допустим, за последние 20 лет, ну, 21 век, вспомните, когда у нас на территории Ростовской области лежал длительный период снег. Да, снег выпадал, но он таял. В отдельные годы довольно часто наблюдается, что зимы практически не было, или длительные зимние оттепели, которые вызывали активную вегетацию озимых культур, а потом наблюдалось резкое похолодание, что приводило к гибели озимых. И вот результаты этого года, 20-го года, на многие вопросы, ну, мы получили ответы. Ведь в Ростовской области, в первую очередь, от весенних заморозков пострадали те посевы озимой пшеницы, которые были сделаны как можно раньше, по хорошим предшественникам, которые были хорошо развиты. Кроме того, что вот в ранневесенний период, уже в феврале месяце, когда наступили так называемые февральские окна, многие горячие головы приняли решение интенсивно кормить озимые посевы. Кормить селитрой, жидкими азотными удобрениями, что, в общем-то, спровоцировало еще более интенсивное отрастание. А затем в мартовские и особенно апрельские заморозки привели к тому, что растения уже находились в отдельных районах. Фаза выход трубку, то есть уже колос был заложен. И низкие температуры привели к гибели довольно на большой площади основных побегов. Да, потом были благоприятные условия в мае месяце, более прохладный климат, дожди, выправили положение. Но урожай был сформирован не за счет главных побегов, которые сформировались осенью, а за счет весенних побегов, которые сформировали растения весной. А продуктивность весенних побегов значительно меньше, нежели осенних. Поэтому, прежде чем начинать, я хотел бы с вами поделиться тем анализом, который мы провели на кафедре растеневодства с одним из аспирантов, чтобы вы могли понять, как меняется климат и в какую сторону нам идти. Сроки сева озимой пшеницы. Хочу сразу отметить, что в отношении сроков сева озимой пшеницы в начале 20 века здесь, в Донском сельскохозяйственном институте трудился Антон Иванович Насатовский, который занимался всю свою жизнь пшеницей. И на основе своих результатов исследований он написал книгу. Она у меня здесь. Это пшеница. Вот она называется. Биология. Антон Иванович Насатовский. Она переиздана дважды. Эта книга является одной из лучших монографий по пшенице. Она переиздана во многих странах мира и считается лучшей книгой по биологии пшеницы. Антон Иванович детально здесь, работая в Персиановке, начиная от прорастания, от сроков сева до формирования урожая, детально дает пояснение и объясняет, что происходит с растением. Поэтому он на основе своих исследований впервые в мире предложил определение сроков сева по сумме температур. И методика его достаточно проста. Мы эту методику использовали в своих расчетах. Антон Иванович определил, что для того, чтобы растения сформировали от трех до пяти осенних побегов, у этих растений сформировалась вторичная корневая система, то есть растения имели наиболее оптимальное развитие. Необходима сумма положительных температур 750-780 градусов. Исходя из этого, он определил, что активная вегетация зимой пшеницы прекращается при переходе среднесуточной температуры через плюс 3 градуса. То есть, когда уже плюс 2, он считал, что для тех сортов и для того климата зимая пшеница прекращает свою вегетацию. И допустим, здесь в Персиановке, он все основывал свои расчеты по метеостанции Персиановка. Допустим, 1 ноября среднесуточная температура перешла через 3 градуса. Он суммировал все температуры в сторону лета и набрал сумму 750 градусов, допустим, это было 5 или 10 сентября. От 10 сентября неделю в сторону лета и неделю в сторону зимы вот он определил оптимальные сроки сева зимой пшеницы. Именно такое количество сумма положительных температур достаточно при нормальном увлажнении, оптимальном питании растения сформируют то состояние, при котором они перезимуют очень успешно. Но Антон Иванович это сделал расчеты в 30-е годы прошлого столетия для тех сортов и для того климата. Что же происходит с нашим климатом? Мы сейчас с вами посмотрим. А вы, уважаемые слушатели, все это наложите на свой регион, на свои условия. И сделайте выводы, что климат потеплел и нам необходимо с этим считаться, потому что биологию пшеницы не обманешь. Она чутко реагирует на те изменения, в которые попадает. Вот смотрите, у нас, если обратить внимание, мы взяли вторую половину 20-го века, с 51-го по 60-й год. Если мы выдерживаем те рекомендации, которые дал Антон Иванович Насатовский и сеем озимую пшеницу 5-го сентября в Приазовской зоне Ростовской области. И заканчивается зимовка, ну, 28-го февраля, то есть зима. Мы сделали анализ, в каких условиях находятся растения озимой пшеницы. Так вот, в десятилетие с 51-го года по 60-й год продолжительность осенней вегетации была 73 дня. За этот период растения набрали в среднем 741 градус. То есть то, что, в общем-то, рекомендовал Антон Иванович. В зимний период продолжительность его была 109 дней и сумма отрицательных температур 483 градуса отрицательных. Теперь смотрите, с 81-го по 90-й год, а зимая пшеница уже вегетировала 75 дней, сумма положительных температур 776 градусов, то есть происходит увеличение. В зимний период примерно такой же остается, но сумма отрицательных температур меньше, то есть зима становится мягче. Ну и теперь последнее десятилетие 20-го века, а зимая пшеница вегетировала уже 81 день, сумма положительных температур 786 градусов, то есть уже перебор температуры. К чему это ведет? Растения зимой пшеницы, как это писал Антон Иванович Насатовский и наши исследования в общем-то это подтверждают. Набрав оптимальное количество сахаров, достигнув оптимального развития, растения чутко реагируют. Раз есть тепло, можно формировать дополнительные побеги. Начинает куститься, формировать уже не 3-5 побегов, а 6-7-8 и более. Но солнечная инсталяция уже становится меньше, накопление сахаров происходит меньше, но растения озимой пшеницы это холодостойкая культура. При температуре 7-8 градусов она продолжает активно вегетацию и начинает расходовать на формирование новых побегов те сахара, которые растение накопило до того, чтобы сохранить растение в зимний период. Уважаемые коллеги, чем больше сахаров накапливаются в тканях растениях, тем они лучше перезимовывают зимний период. Больше сахаров, тем точка замерзания будет меньше. Будет более водянистое растение, они быстрее вода в клетках замерзает и разрывает клетки и растение погибает. Так вот, такая картина. И что же происходит у нас в первой пятилетке 21 века? А зима пшеница уже вегетировала 85 дней, сумма положительных температур 830 градусов значительное увеличение, то есть растения перерастают, что в общем-то и подтвердила зима и весна этого года. Растения, посеянные в ранние сроки, переросли, и они больше всего пострадали от весенних заморозков. Ну и зимний период был значительно меньше, и отрицательных температур было меньше. Как же мы используя это потепление можем перенести на сельское хозяйство непосредственно на сроки сева озимой пшеницы? Здесь получается достаточно интересная картина. Вот смотрите, Антон Иванович Насатовский впервые опубликовал свои материалы уже после войны, потому что результаты были довоенные, им полученные, но война помешала. Опубликовал в 1946 году по зонам Ростовской области сроки сева озимой пшеницы. Ну мы сейчас остановимся на Приазовской зоне с 5 по 15 сентября. Он детально по каждой зоне на основе своих расчетов, опытов определил. Затем уже в 1967 году Никита Никитович Бородин в своей книге «Пшеница на Дону» рекомендует следующие сроки сева, которые копируют Антона Ивановича Насатовского. Здесь можно сказать, что еще в 60-е годы такого резкого изменения климата не произошло. И вот что рекомендует наша зональная система земледелия на 21-й век. Обратите внимание, те же самые сроки, что были сделаны Антоном Ивановичем Насатовским на основе своих исследований в 30-х годах прошлого столетия. И вот эти рекомендации, они чуть-чуть в последующем изменены в сторону зимы. Но наши расчеты, о чем я буду говорить, показывают, что от оптимальных сроков сева по зонам Ростовской области оптимальные сроки сева необходимо сместить ровно на 2 недели. И этому есть официальное подтверждение. Эти материалы защищены двумя диссертациями, то есть это не просто умозаключение, а документально подтверждено на фактах, на конкретике и развитии растения зимой пшеницы. То есть от сроков сева, которые здесь обозначены? совершенно верно. Те, которые рекомендованы вот 2 недели в сторону зимы. Тут многие задают вопрос, я много общаюсь с сельхозпроизводителями, ну, Николай Андреевич, вот мы у нас мало техники, мы не успеваем выполнить в оптимальные сроки, поэтому мы начинаем сеять раньше. Но тут уже надо исходить из тех возможностей, раз вы начали заниматься сельским хозяйством, то необходимо машино-тракторный парк увязывать своими возможностями, чтобы мы могли провести сев в оптимальные сроки, то есть в течение двух недель. Ну, допускаются так называемые допустимые сроки сева, можно сдвигать, но не сеять, сломя голову, начинать с августа месяца и заканчивать ноябрем месяцем. Тут необходимо, если наступили благоприятные условия, необходимо придерживаться вот тех рекомендованных норм, о которых я буду говорить. Если их, они не наступили, вот как во многих районах сейчас наблюдается, здесь необходимо прислушаться и чуть-чуть изменить, не бросать семена на произвол судьбы, а управлять этим процессом. Управлять, чтобы, об этом я буду говорить чуть позже. Вот, дальше я хотел бы сказать, это работа, опять же, данная наших аспирантов. Вот смотрите, здесь проведены сроки сева с 5 сентября по 5 ноября. То есть, те сроки, реально, которые в хозяйствах Ростовской области, да, и Ставрополье, то есть, юга России, они применяются. И вот в прошлом году была такая же картина, и в этом году, я думаю, один к одному будет то же самое. Но в прошлом году во многих районах Ростовской области осенью прошли дожди, по крайней мере, по северу области были дожди, там азимы нормально взошли, и успешное было развитие. А на южной части, на востоке, эти были проблемы. Так вот, смотрите, если мы, если данные по Персиановке, сеем 5 сентября, в среднем за десятилетие 91-2000 год, сумма положительных температур 786 градусов, осадков, ну, 21 миллиметр. Если мы сеем 15 сентября, 625 сумма положительных температур, 25-го 478, и так дальше идет до 5 ноября. И вот теперь смотрите, если мы, используя вот эти данные, не имеем возможности получить нормальные всходы, то есть, нет влаги, тепла у нас вполне достаточно, нет влаги, посев можно проводить в то десятилетие до 15-го октября. После 25-го, 15-го октября сеять уже нет смысла, я потом скажу, мы не гарантируем урожая озимой пшеницы. То же самое происходит и в среднем за 2003-2005 год. Наиболее оптимальный срок это 25-го сентября, когда растения не перерастают, хотя осадков здесь меньше выпадает. Дальше сеять нет смысла, потому что растения будут испытывать дефицит тепла, и к концу осенней вегетации у них развитие будет, ну в лучшем случае, 2-3 листа или шильца. Это шильца, когда на поверхности появляется проросток, наиболее уязвимое состояние растений озимой пшеницы. Я объясню, почему, и об этом Антон Иванович Насатовский говорит. В зерновке все запасные питательные вещества были израсходованы на формирование корневой системы и проростка. Растение должно, когда появляется первый лист, должно перейти к автотрофтному питанию, то есть при помощи фотосинтеза формировать уже углеводы для своего развития. Здесь листового аппарата нет, запасных питательных веществ нет. Сохраниться в таком состоянии, если бы будут низкие температуры на глубине узла кущения до минус 15 градусов, растение погибнет. Но дай Бог, чтобы у нас зима этого года не была такой суровой, потому что проблем будет достаточно много. Я не хочу быть пророком, но ситуация подсказывает о том, что могут быть большие проблемы. Так вот, что делать, когда сегодняшний момент, уже 15 октября приближается, а условий для получения всходов во многих районах просто-напросто нет. Запас продуктивной влаги отсутствует на достаточно большой глубине даже по черным парам. То есть длительная засуха, вот эти сильные восточные ветры, они в общем-то сделали свое негативное дело, и в почве влаги нет. Но озимая пшеница является наиболее продуктивной зерновой культурой, и надеяться, что у нас яровые культуры дадут хороший урожай, не стоит. Что же делать, уважаемые коллеги? И вот здесь мы подсказываем вам, что можно сделать, хотя бы получить невысокий урожай, но стабильный, с гарантией, что это урожай будет сформирован. Вот проанализируем по срокам сева, какое развитие происходит у растения зимой пшеницы, какая их сохранность. 5 сентября, если мы посеем, укущение было 5,3 побега, сохранность за декабрь месяц при сумме отрицательных температур 57 градусов было 89%, за декабрь и январь сохранность 86%, то есть идет снижение, и за весь зимний период, когда мы набрали сумму отрицательных температур 250 градусов, сохранность составила 72%, то есть идет снижение. Растения при перерастании они снижают сохранность. Если бы мы посеяли 15 сентября, кущение 4,1, то есть соответствует то, что рекомендовал Антон Иванович Насатовский, от 3 до 5, за декабрь месяц сохранность 92%, за декабрь и январь 91%, и за весь зимний период уже 74%, выше, чем мы посеяли 15%. И теперь посев 25 сентября. Кущение 3,6, то есть то, что рекомендовал Антон Иванович Насатовский. Он в своей книге пишет, растения озимой пшеницы перед уходом в зиму должны быть физиологически молодыми. т.е. Если молодой организм более устойчив к неблагоприятным факторам. Если растения становятся старыми, то есть перерастают, они уже сильнее повреждаются зимними всеми невзгодами, которые у нас случаются. Что же происходит у нас, если мы продолжаем сев 5 октября? Уже кущение 2,6, то есть на грани то, что рекомендовал Антон Иванович сохранность уже снижается по сравнению с 25 сентября это 87 градусов процентов и в итоге за зиму 82 или около 83 процентов. 15 октября у нас полтора побега, то есть это уже когда растения только лишь начали куститься, а когда начинается кущение у растений начинает формироваться вторичная корневая система. То есть здесь уже и нет побега, нет листового аппарата достаточно хорошего и нет хорошо развитой вторичной корневой системы, потому что не хватило и тепла и влаги. В результате сохранность при 15 октября 78 процентов. Вот на этом бы я мог остановиться, но что это в принципе допустимо, если мы имеем такую сохранность за зимний период и при управлении формированием урожая в весенний период мы можем обеспечить формирование высокого урожая озимой пшеницы, если у нас не будет вот таких катаклизм возврата весенних холодов, которые у нас были в этом году. То есть, если мы посеем 25 октября и 5 ноября, как видите, сохранность растений очень низкая. И Антон Иванович Насатовский в своей книге, я потом сейчас процитирую, что растения, семена, которые набухли в почве и не хватает влаги, они некоторое время сохраняют свою жизнеспособность. И если наступают оптимальные условия, они продолжают вегетацию и могут участвовать уже в формировании урожая. Но продуктивность их значительно ниже, нежели те семена, которые прорастают в нормальных условиях. вот дефицит влаги, о котором сейчас мы имеем, он может сказаться существенно, даже если семена прорастут на будущей урожайности. Об этом Антон Иванович Насатовский потом сейчас вам прочту. И теперь обратите внимание на последнюю строку начало прорастания семян, когда мы производим посев, когда температура среднесуточная снижается меньше плюс 3 градуса. То есть вот это так называемый подзимний посев. Смысл этого срока заключается в том, чтобы тепла и влаги хватило, чтобы растения сформировали только проросток, я дальше покажу это состояние, только проросток и зародышевые корешки. Глубина заделки семян должна быть 4-5 сантиметров. На этой глубине растения это уже не семена, это уже растения проходят все биологические процессы, которые необходимы для растения зимой пшеницы. В первую очередь это стадия яровизации. Это уже не семена, это уже растения. Эти растения прикрыты толстым слоем почвы, рядышком с зародышевыми корешками и проростком находится зерновка, это кладовая питательных веществ, которая поддерживает жизнеспособность. Обращаю внимание, что независимо от срока сева, семена зимой пшеницы мы должны защитить от болезней и от вредителей. Вот на данный момент большую часть меня тревожат такие вопросы как болезни, потому что с вредителями в сухой почве вредителям не очень комфортно себя чувствовать, им тяжело передвигаться в сухой почве. А вот болезни они присутствуют и газообмен никто не отменял. В этот период уважаемые коллеги, я думаю, вы обратили внимание, и в летний период, и в осенний период сейчас продолжается. Летом у нас температуры были за 30, 30, 35, в отдельные дни доходило до 40 градусов в дневное время, а ночью, летом, температура снижалась до 16, 18 градусов. То есть резкое снижение разности температур. И здесь как раз таки проявляется образование конденсата при изменении температуры. О чем я говорю? В дневное время почва нагревается до 50-60 градусов поверхность почвы, и длительный период она остается теплой, а воздух идет газообмен, горячий воздух быстрее охлаждается, и холодный воздух, попадая в теплую почву, образуется конденсат. Вот сейчас это происходит. Конденсат очень губителен при дефиците влаги, отсутствии дождей на сохранности растений, семян зимой пшеницы. Семена начинают набухать, влаги не хватает и начинает плесневеть. Даже хорошие средства защиты, супер-пупер наших знаменитых компаний гарантируют нам сохранность или защиту семян в течение 40-45 дней. Дальше семена уже не защищены. И вот если мы все начали в сентябре месяце, допустим, в первой декаде сентября месяца, сегодня уже первая заканчивается первая декада октября, это срок, когда заканчивается действие защитных функций наших препаратов. Дальше семена, находящиеся в почве, уже брошены на произвол судьбы. Многие говорят, ну я как в амбаре, ничего страшного, пусть лежат они в сухой почве. Это ошибочное мнение, лучше пусть они полежат в складе и меньше будут находиться в почве. Да, не хватает техники, но нужно уже исходить, раз заняли сельским хозяйством, нужно выдерживать оптимальные сроки сева. И вот как происходит опять по срокам сева, за счет чего идет формирование будущего урожая. Ну, я не знаю, чем руководствуются отдельные специалисты, когда публикуют в открытой печати, что озимая пшеница современных современных сортов, современные сорта не кустятся весной. Это далеко не так. Каждая культура старается дать как можно больше потомства. И если мы в осенний период по различным причинам не получили кущения, у растений включается компьютер, надо дать больше потомства. И растения кустятся. Я говорю о современных сортах. Селекционеры нашей страны сделали огромный шаг вперед. Создали сорта с высоким потенциалом. Если мы 30-40 лет назад говорили урожайность 100 центров это фантазия, то сейчас в этих условиях мы имеем возможность получать, если соблюдаем все условия, урожайность озимой пшеницы больше 100 центров не на селекционных делянках, а у производства. Так вот обратите внимание, что в зависимости от сроков сева число продуктивных побегов совершенно разное. Наряду с тем, что есть продуктивные побеги, есть так называемые подгоны под сет, которые не принимают участие в формировании урожая. Это солома, на которой тратятся элементы питания, влага, свет, и вот теперь проанализируем. При посеве 5 сентября перед уборкой продуктивных было 300 на метре квадратном, 381 колос, подгон плюс подсет 286, из них побеги осеннего кущения 259 и весенних 122. При посеве 15 сентября продуктивных колоссий уже было 426, подгона меньше, и весенних побегов было меньше. Ну и так дальше идет снижение 25 сентября максимально 464 продуктивных колоссий, и затем идет снижение до так называемого подзимнего посева. При подзимнем посеве у нас 389 продуктивных колоссий. То есть это колоссия, которые образовались рано весной. Сходы мы при таком сроке посева получаем в начале конца зимы, в начале весны. И обратите внимание, 890 побегов продуктивных и всего лишь 167 побегов подгон и подсет. 389 продуктивных чем 15 октября. Да. Любопытно. Вот. Вот этот момент убеждает нас, что если сложились крайне неблагоприятные условия и мы не можем получить всходы своевременно, не нужно рисковать. Рискуем мы хоть так, хоть так. Сделайте хотя бы на небольшой площади используйте вот эти экстремальные условия для приобретения опыта. Вот для юга у нас дефицит влаги сдерживает или получение всходов. Для других регионов мы имеем такие поздно убираемые предшественники как подсолнечник, кукуруза, соя, я имею ввиду Уральский регион, Сибирь. Там не хватает тепла для того, чтобы использовать после уборки этих культур посев озимых. Если и такой же опыт есть после уборки поздно убираемых культур, которые убираются в сентябре, в октябре месяце, ну допустим для Алтая, Сибири, можно делать подзимний посев и практика показывает он работает. Самарской области в прошлом году после уборки подсолнечника был сделан подзимний посев, это Шигонский район Самарской области. В этом году посевы не пострадали от заморозков и урожайность зимой пшеницы составила около 40 центров. Хотя первая попытка была отнесся к этим рекомендациям как к баловству и говорит это так у нас не получится. А когда жизнь заставила он вспомнил об этом и сделал. То есть подзимний посев он актуален не только для юга. У нас на юге дефицит влаги в первую очередь сдерживает посев озимой пшеницы тогда когда в общем-то нужно. Но если сложилась такая ситуация что делать? И мы подсказываем что сделайте пусть на небольшой площади и самое главное коллеги здесь вот эффективность подзимнего посева определяет технология посева. Если мы используем сейлку прямого посева мы сохраняем растительные остатки на поверхности почвы. После допустим таких предшественников кукуруза на зерно кукуруза носилась подсолнечника сои и других культур мы сохраняем стебли. При незначительном даже выпадении снега на таких полях снег будет задерживаться. Мне честно говорят у нас снега не бывает. Ну не бывает такого что за зимний период снега вообще не снежинка выпала. Даже тот небольшой снег который выпадает наша задача сохранить его там где он выпал. А не сконцентрировался ветром перемещался в балки овраги и наша задача те осадки которые выпадают их необходимо сохранить в том месте где они выпали. Кроме того растительные остатки снижают скорость ветра. А это в зимний период повышается температура почвы. Меньше она промерзает. То есть это говорит о том что технология прямого посева имеет в общем-то большие возможности потенциала которые мы не не используем. Николай Андреевич тут важно то есть прямой посев можно даже разово использовать вот в этом случае не обязательно чтобы это был наутил совершенно верно круглогодичный многолетний совершенно верно здесь в принципиально есть же люди которые не воспринимают технологии прямого посева они по классике но посеять по подсолнечнику сейчас мы убрали подсолнечник там стоят стебли многие же начинают дисковать вот этого не нужно делать а имея сеялку прямого посева которая вам обеспечить посев озимой пшеницы на заданную глубину оптимальная глубина заделки семян 4 сантиметра многие пытаются посеять мельче уважаемые коллеги у озимой пшеницы если вы посеяли зерновку заделали на глубину 2 сантиметра узел кущения никогда не заложится на глубине 4 сантиметра он будет выше зерновки а чем выше формируется узел кущения тем вероятность гибели выше да Саша вопрос такой мы же в разных регионах трансляцию ведем как определить оптимальные сроки для семейного посева для Ростовской области есть ли какие-то признаки что все время наступило нужно значит для этих целей со многими специалистами во многих регионах я общаюсь задают тот же самый вопрос для того чтобы определить оптимальный срок сева используя вот те опытные данные Антона Ивановича Насатовского которые мы провели на кафере растеневодства наша задача я сейчас покажу получить какое состояние для этих целей необходимо использовать данные метеостанции но к большому сожалению сейчас метеостанции которые сохранены они на этом пытаются заработать деньги но что получить данные по каждому дню по сумме осадков и температур ну там такие цифры закатывают что поэтому многие хозяйства имеют свои метеостанции это не такой дорогой инструмент он стоит в пределах 80-100 тысяч ставится эта станция в хозяйстве и это инструмент для агронома на основании вот этих если ведется станция подключается к компьютеру записываются все осадки скорость ветра температура то есть можно проанализировать если у вас несколько лет все это есть можно я приведу маленький пример вот я сотрудничаю с одним хозяйством в Северной области руководитель Чуднову Николай Павлович у него метеостанция он использует подзимний посев уже больше пяти лет используя свои данные то что он имеет он четко определил что да я буду сеять такие сроки великих урожаев он не получает там 50-60 нет он получает 15-20 центров озимой пшеницы для Оренбурга когда яровой он получает 10-12 но он разрушает весенний сев нет той напряженности и начинает уборку с озимой культуры раньше вот и все поэтому ну есть методика будем говорить так здесь необходимо я потом подскажу когда буду говорить о состоянии наша задача вот для того чтобы зерновка наклюнулась и образовала проросток и зародышевый корешок необходима сумма температур в пределах 70 градусов не бывает так что вот сегодня у нас было плюс 5 градусов а завтра минус 25 но не бывает такого даже и наблюдается резкое похолодание то почва никогда сразу не промерзает а если у нас имеется растительные остатки и мы применяем технологию прямого посева то есть почва укрыта то промерзание почвы там температурный режим совсем другой изменяется это многие заметили когда мы применяем технологию прямого посева в ранневесенний период кто работает по классике солнышко пригрело почва голая проветрилась уже начинает сев а при прямом посеве заходит сеять позже то есть там температурный режим другой и здесь вот необходимо в пределах 70 градусов при наличии влаги влага будет чем ближе к зиме не выпадает осадков просто имея метеоданное метеостанцию вы определите что с каждым чем ближе к зиме тем влаги почвы больше для того чтобы зерновка проросла необходимо в почве на глубине заделки семян наличие продуктивной влаги в пределах 80 миллиметров конденсат это обеспечивает семена озимой пшеницы прорастают во льду мы проводили исследование и семена помещали ну в емкость со льдом и ставили в холодильник через две недели семена наклевывались во льду то есть современные сорта если раньше говорили при нуле градусов уже все зима пшеница прекращает вегетацию выходит в покой то современные сорта при нуле градусов они все таки процессы жизненные идут не так быстро но идут скажите энергия прорастания не теряется не говорите вначале о том что зерно хороший вопрос вот из всех пассивных качеств вот по крайней мере такой позиции придерживался Василий Андреевич Алабушев известный ученый ныне уже покойный вот он считал важным и я придерживаюсь этой позиции для пассивных качеств не лабораторная всхожесть а энергия прорастания чем больше лучше семена обладает энергией прорастания тем это лучше о чем говорит нам энергия прорастания при оптимальных условиях мы допустим идеальные условия разместили семена в почву и при высокой энергии прорастания у нас семена взойдут допустим через 6 дней если энергия прорастания лабораторная всхожая могут быть одинаковы но В одном случае энергия будет 95%, и лабораторная схожесть 95%, а в другом случае может быть энергия 60%, а лабораторная 95%. То есть, если мы семена со слабой энергией будем использовать, они будут появляться, сходы будут появляться очень растянуты. И это очень плохо, как в позиции управления урожаем, так и в развитии растений. В разных условиях они будут находиться. Поэтому необходимо семенами заниматься. Но это отдельная тема, тут вопрос сейчас о сроках. Мы говорим... Такое сейчас происходит. Вот сейчас как раз таки происходит. Если подзимний посев. Речь идет о температуре, когда у нас температура воздуха снижается, нет таких резких колебаний. За счет температуры. Ну, и Антон Иванович об этом говорит, что сев озимой пшеницы необходимо начинать, когда среднесуточная температура снижается до 15 градусов. Среднесуточная. И нет таких резких колебаний, как сейчас на исходе. Вот вчера у нас было здесь, в Ростовской области, в Персиановке, 2 часа, плюс 28. В 6 часов было 11 градусов. Вот вам конденсат, который, в общем-то, провоцирует. Ведь семена, они обладают очень большой сосущей силой. И те пары, которые у нас в почве, они поглощают и при достижении необходимого количества начинают процессы физиологические прорастания и теряются всхожесть. Дело в том, что вот мы занимаемся пшеницей, а не знаем биологию. Зерно в ковшенице, у ней зародыш, это жизненно важный орган, который отделяется от эндосперма, так называемым щитком. Так вот, щиток имеет одностороннюю пропускную способность. Принцип ниппеля. Питательные вещества от эндосперма, когда они набухают, могут поступать от эндосперма к зародышу. А если прекращается, ну, будем говорить, дефицит влаги, обратно уже не поступают. Часть щитка закрывается и уже он не работает. В зависимости от того, в какой степени идет набухание. Антон Иванович об этом пишет. Что некоторые семена могут при набухании продолжить процесс прорастания, но большая часть их погибает. А те, которые продолжили, уже продуктивность очень низкая у них. Продолжим. Николай Андреевич, вот перед тем, как двинуться дальше. Вот вы говорите, что влаги нет в почве. Вот какой-то критерий есть, потому что вот среди вопросов есть и такой, что вот запасы в метровом слое ноль из Благодаринского района Ставропольского края. Вот есть тут критерий какой-то? Ну, давайте... Сеять, не сеять или отодвинуть до подзимнего. Я услышал, Николай Алексеевич. Ну, смотрите. Еще очень важно те методики, по каким методикам мы определяем эту влагу. Ну, если используется традиционный метод термовесовой, то здесь, конечно, нулевая. Но, я всем советую, вот если сомневаетесь, что отсутствует влага или она есть, после нашего семинара зайти в поле, предварительно взял с собой кусок рубероида, ну, это материал, который крыши накрывают, ну, допустим, 25 на 25 или 50 на 50 размером, и закопаете на глубину 5-6 сантиметров этот рубероид в почву. И его закройте. Сегодня вы закопали, пусть он в сутки там полежит. А через сутки придите и откопаете. Я могу сказать, что вы будете наблюдать, а могу не говорить, чтобы интригу. Ну, чтобы не было интриги на внутренней стороне, которая со стороны почвы. Будет конденсат. Ну, законы физики никто не отменял. Ведь газообмен в почве происходит. Почва – это живой организм. И наша задача – не нарушать вот эти капилляры, через которые идет дыхание почвы. Мы же вот обработкой почвы, я чуть-чуть отклонюсь, обработкой почвы нарушаем эти капилляры, через которые поступает и влага, и конденсат, воздух. Но, Антон, прошу прощения, Иван Евгеньевич Овсинский, который издал больше 120 лет назад вот такую книгу, называется «Новая система земледелия», говорил, нам необходимо использовать сухой полив. Что это такое? Когда разность температур, за счет воздуха, горячий воздух попадает в охлажденную почву, образуется конденсат. За счет чего? Потому что, ну, если мы возьмем две бутылочки с водой, одну поставим на стол в комнате, а другую положим в холодильник. Не в морозилку в холодильник. Пусть она там охладится, и вы потом достаньте, рядышком поставьте с другой, которая стояла на столе. Через 5-10 минут, которая была в холодильнике, будет конденсат. Откуда он взялся? Из воздуха. Это, ну, наглядный пример, это надо знать и использовать. Но, при высоких, то, что Николай Васильевич, вы говорите, при высоких температурах, вот тот конденсат, который формируется, он быстро испаряется, потому что почва нагревается и идет испарение. Как только температура воздуха будет меньше, такого испарения уже не будет. Чем ближе к зиме, тем испаряемость в разы меньше. И тот конденсат, даже при отсутствии осадков, вполне достаточный для набухания и прорастания семян. Мы же говорили, что семена озимой пшеницы прорастают при температуре 0 градусов. Ну, это как бы критерий. Ну, у нас же такого же нет. Поэтому, если семена набирают сумму температур в пределах 70 градусов, мы получаем прорастание зерновки. Зерновка не гибнет, если она защищена. Тут много составляющих. Николай Васильевич, есть еще вопрос или потом? Хорошо, давайте поговорим. Вопросов много, потом будем по ходу. И вот, уважаемые коллеги, теперь посмотрите. Вот если у нас сложились оптимальные условия, начиная с 5 сентября и заканчивая 5 ноября, у нас была возможность произвести пассив. То есть, в течение двух месяцев, о чем говорил Алексей Петрович. То есть, мы должны выбирать. Нас же никто не заставляет, когда сеять. И вот, если бы мы посеяли 5 сентября, получили урожайность, биологическую урожайность, 3,15 тонны зерна. 15-го, 3,47. 25-го, 3,57. То есть, максимальная урожайность, которую мы могли получить. И дальше идет снижение. О чем я говорил? Вот крайний срок до 15-го октября. Все. Тут большой риск есть, но мы больше дальше сеять. Нет необходимости, нецелесообразно. И посмотрите, что происходит при подзимнем посеве. Он выше, нежели 25-го октября и 5-го ноября. Это, уважаемые коллеги, ну, поймите, мы бросаем вам спасательный круг, вы тонете. А ваше дело, воспользоваться этим кругом или нет. Это реально все делать. Самое главное, ну, у мудрых китайцев говорят, длинный путь начинается с первого шага. Если у вас есть определенные сомнения, я прекрасно понимаю, особенно агрономы с огромным опытом, вот для них вот это все, ну, как это так, преодолеть себя тяжело. Но что делать? Мы работаем в зоне рискованного земледелия. Но не используя вот эту ситуацию, вы не приобретете опыт. Если у вас получится, вы выдержите все те рекомендации, дай бог, чтобы все получилось, у вас будет уже большая уверенность. Если появляется уверенность, вы на правильном пути. Еще какие вопросы? Потому что дальше пойдем. Да, тоже вопросы есть. Сейчас, давайте. Значит, до какого последнего срока ждать? Вот мы определились уже. После 15 октября лучше тогда уже ждать подзимний посев. Николай. Ну, я буду об этом чуть-чуть позже говорить. Вот смотрите. Мы должны исходить из тех возможностей, которые у нас есть. Чем мы можем посеять? Если вы работаете по классике, то достаточно большая вероятность того, что те, ну, незначительные осадки, которые у нас могут быть, будут препятствовать проведению севы. Я имею в виду, в ноябре месяце небольшое увлажнение, почва обработанная, рыхлая, она поглощает влагу, и качественно мы посевы не обеспечим. При прямом посеве этой проблемы меньше, значительно меньше. Мы можем использовать, в зависимости от отложившихся условий, и, слава богу, у нас есть сейчас долгосрочный прогноз, на 2-3 недели, какая температура, какие осадки, все это, это можно использовать. При, вот я говорю о том опыте, который есть, в некоторых хозяйствах и Ростовской области, и Волгоградской области, мы производили подзимний посев, в ночное время, когда ночью почва замерзает, ну, будем говорить так, 2-3 градуса мороза, образуется, ну, так называемый, черепок, и сеялка прямого посева великолепно производит посев. Как только наступает утро, идет оттаивание, и уже сеять невозможно. Особенно, если у нас такие предшественники, как кукуруза, на поверхности большое количество растительных остатков. По кукурузе, в сеялках, качественная сеялка прямого посева, дисковая, сеет очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому наша задача, вот, коллеги, опять я говорю вам о том, что семена, которые мы говорим о подзимнем посеве, они должны, попав в почву, набрать сумму в пределах 70 градусов. Не надо стараться, чтобы мы получили всходы. Наша задача, чтобы растения имели... Сейчас я... Вот такое состояние. Вот такое состояние. Обратите внимание, зерновки защищены. Имеются зародышевые корешки и проросток. Это уже не семена. Это уже растения. И такие растения, которые находятся в глубине на почве 4-5 см, они защищены от болезней, от вредителей. И жизненные процессы у них идут в замедленном виде. Нравится кому или нет. Но чем, допустим, от ноября к январю температура почвы у нас понижается. И жизненные процессы будут снижаться. Активность их. То есть расход питательных веществ будет снижен. В этой ситуации питательные вещества рядышком. И те губительные морозы, которые у нас могут быть опускаться на глубине заделки семян до минус 15-18 градусов, в вот таком состоянии они менее опасны. Нежели для растений, у которых узел кущения сформирован на глубине, допустим, 1,5-2 см. Ну, должны понимать, что если у нас узел кущения находится на глубине 2 см, и вот такие семена находятся на глубине 4 см, в том случае, когда 2 см, гибель будет больше. Это, ну, понятно. Николай Андреевич, вот Светлана Лихотеевская из...